Бывают, случаются в нашей жизни разводы и другие истории Есть мужчина, каменная стена, есть девушки До тех пор, пока есть спрос, будет, разумеется, и предложение Поэтому, пожалуйста, не ждите, когда будет слишком поздно Под каблуком или за каменной стеной Вы знали, что на самом деле у подкаблучников и у женщин Которые ищут себе мужчину, за которым можно спрятаться Очень много общего Не поверите, но это же очень удобный формат Спрятаться за своим партнером, не принимать никакие решения Не нести ответственность за них И, разумеется, находиться в том положении В котором они находятся Не поверите, но среди мужчин есть те, которые ищут себе сильную женщину Ну и это нормально, что среди женщин много тех Которые ищут себе мужчину, за которым можно было бы спрятаться И не нужно думать, что все женщины тоже мечтают о каменных стенах рядом Кто-то ищет себе равноценного партнера Но при этом они что понимают? Кто такой равноценный партнер? Почему-то многие думают, что равноценный партнер Это мужчина, за которым как за каменной стеной И при этом вы будете себя как-то там тоже по-своему По полной проявлять Знаете, очень редко уживаются такие союзы И в принципе, конечно, я хочу сказать, что психология и наука такая сложная И мы знаем, что самые крепкие семьи Это семьи с зависимостями, алкогольными зависимостями Где мужчина пьет, женщина с ним живет и терпит его Как ни странно, такие семьи очень долго держатся и совершенно не распадаются Чем люди свободнее, проработаннее, независимее Тем больше они понимают, что они с этим партнером находятся только потому, что им хорошо, классно, комфортно И если их что-то перестает устраивать, они просто-напросто расходятся Ну и кстати, я не считаю это большой трагедией, проблемой Я никогда не говорила о том, что нужно обязательно выйти замуж за одного человека И прожить с ним всю жизнь Бывают, случаются в нашей жизни разводы и другие истории И не нужно ожидать от этой жизни идеальности Но приблизиться к этому идеалу и уж по крайней мере жить счастливо для себя Возможно каждому Главное понять, чего вы искренне на самом деле хотите Какая или какой вы Каким вы видите своего партнера И самое главное, питать как можно меньше иллюзий на эту тему И разумеется, на мой взгляд, мое видение Что люди, которые выбирают для себя роль подкаблучника, мужчины Их нельзя назвать слабыми или неуверенными Некоторые выглядят как подкаблучники только по той причине Что они по-настоящему любят свою женщину Стараются сделать ее счастливой И где-то прислушиваются к ее мнению Не обязательно мужчина, каменная стена Это такой мочист, который говорит Будет только так, как я сказал Нет, на самом деле Мы знаем огромное количество случаев Ситуаций, где мужчины и женщины Могут проявлять себя по-разному В разных обстоятельствах и ситуациях Хотя традиционно считается Что кто, как правило, больше денег зарабатывает Тот и устанавливает правила Но, опять-таки, тут тоже бывают, разумеется, свои исключения Кстати, многие женщины думают, что если они нашли себе такого папика За которым они как за каменной стеной То он обязательно будет давать вам деньги, подарки и все остальное Ничего подобного Очень часто мужчина устанавливает свою власть И при этом контролирует в том числе финансовое И складывают соотношения, в которых есть финансовое насилие Кстати, я приготовила для вас бесплатный видеоурок Как просить денег у мужчины Если вам эта тема действительно интересна Обязательно подпишитесь на мою рассылку И посмотрите этот видеоурок Почему я считаю важным его посмотреть? Потому что современные женщины Очень часто на подсознательном уровне Или где-то в глубине души своей Ждут от мужчины помощи, поддержки, денег, внимания Но при этом почему-то не могут этого просить А иногда даже не могут это получать То есть они вроде бы как хотят Но когда мужчина дает, они говорят Да нет, я не такая, мне этого вообще, собственно Совсем даже и не надо Поэтому обращаю внимание на этот ролик Который нужно обязательно скачать Обязательно посмотреть и внедрить техники в свою жизнь Итак, подкаблучник Женщина, которая мечтает о каменной стене Неужели эти люди, которые нуждаются в психологической помощи Что им нужно их исправлять и так далее Да нет, знаете, есть руководители, есть подчиненные Есть подкаблучники, есть жены Есть мужчина, каменная стена, есть девушки До тех пор, пока есть спрос Будет, разумеется, и предложение И помните, что в разных странах В разных культурах существуют разные взаимодействия Здесь самое главное понимать, что часто сильные, очень сильные женщины Которым по их внутренним качествам Больше подходит мужчина подкаблучник Все равно с упорством маньяка пытаются искать себе каменную стену Находят, сначала под эту каменную стену подстраиваются А потом отношения все равно разбиваются Почему? Ну потому что жить с таким человеком они совершенно не могут Вы знаете, я считаю, что как в природе Есть хищницы, тигрицы, львицы Которые на самом деле сами охотятся И сами притаскивают добычу И я считаю, осознать свою тигристость, львиность Это тоже очень важный шаг Когда вы принимаете и любите себя такой, какая вы есть Четко осознавая, кто вы и какой партнер вам нужен И не нужно ни в коем случае говорить о том, что Ой, да, мне вот стыдно признаться, что я вот сама себе квартиру-то купила Один раз такое заявила мне клиентка на консультации А что в этом такого? Неужели нельзя гордиться своим собственным успехом? Тому, что вы сами зарабатываете денег Ой, ну правильнее было бы, что если бы мужчина подарил Ну кому правильнее? Кому-то клево, что им мужчина подарил Ну вот, но есть огромное количество женщин Которые с удовольствием бы жили с мужчиной Который бы давал им защиту, поддержку, внимание, деньги Но при этом им, например, родители в детстве вбили Надо самой зарабатывать Нужно самой пробирать себе Пробивать себе дорогу в жизни Ни в коем случае у мужчин денег не бери Вот тогда у них складываются несчастливые отношения Потому что они начинают фигачить работы Терять свою женственность Терять свою энергию Терять себя И в результате, что упустили время И упустили возможность построить с мужчиной отношения И, конечно же, очень больно осознавать Что мы что-то делали не так Поэтому, пожалуйста, не ждите, когда будет слишком поздно Помните про Центр Федоровой Екатерины Про вашего чуткого психолога Федорову Екатерину Обязательно подпишитесь на мою рассылку Даже если вам видеоурок «Как просить деньги» у мужчины не нужны Ведь благодаря этому в дальнейшем вы сможете получать приглашение На мои закрытые, бесплатные вебинары Которые посвящены женскому счастью и женскому удовольствию Ну и, конечно же, подписывайтесь на мой канал И смотрите еще больше полезных роликов и информации Итак, кто вы? Тигрица? Волчица? Кошечка? Может быть, какое-то еще существо? Кто ваше тотемное животное? Пишите в комментариях Давайте знакомиться Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!